Между детством и зрелостью, где черта, нам в 43-м выдавали медали и только в 45-м паспорта. Да, да, это Воронов написал как раз о мальчишках, вот точно такие же. Вот за всю блокаду ко мне, по-моему, соседка, я даже не помню, только кто даже, зашла, сказала, что вот посмотри в свое окно, увидишь, как горит гостиный двор. Ну вот. Так а вы, получается, практически вообще маленьким мальчиком жили один. А как вы хлеб? Сами за хлебом ходили, вот за этими нормами? А, нет, все было организовано у нас с мамой. Она была на казарменном положении, но она приходила в неделю там раз, удавалось, если два, но это было тяжело очень, далеко она работала на фабрике, на фабрике бумажной. Ну вот. Так что мы за счет бумажной фабрики так, наверное, и выживали. Потому что там какая-то мука, клей, который использовали для технических целей, ну, до какого-то времени. Так что так вот это время прошло. А потом этот клей употребляли в пищу? Ну как же, конечно, там все это шло прекрасно. Пищу. Да. Вот я помню, меня Аркашка один раз позвал, есть хочешь? Я говорю, хочу. Вот она, пойдем в столовую, там чем-нибудь разживимся. Я говорю, как же мы разживимся, у нас ничего нет. Короче говоря, он меня звал на то, чтобы своровать у кого-нибудь чего-нибудь. Вы не пошли, что ли? Нет, я с ним пошел. Поскольку я младше, я должен подчиняться. Я пошел с ним, все. Мы, так сказать, наверное, может, я для прикрытия был, я уж так потом рассуждаю. Зачем я им нужен был? Я, конечно, еще... А он у кого-то там что-то с тарелки, что-то схапал. И его там били со страшной силой. Вот это я единственное видел. Один раз тогда вот такую штуку. Да, так что его тогда избили со страшной силой. Ну вот. А я просто был свидетелем. Ничего больше. Вот как человек, который это все пережил, и как человек, который знает, ну вот видел, что было с другими людьми, тем не менее я его задам. Да. Вот как вы считаете, если бы была возможность сдать Ленинград, как сдались многие другие города, будучи оккупированные, то вы считаете, что нужно было бы это сделать? Да ну что вы. Ну это же... Зато бы стольких жертв избежали. Да это провокаторы сейчас все говорят. Что вы? Такого тогда никого не было. Что вы? Это все сейчас эти самые демократы, так сказать, занимаются этими погаными делами. Я вот работал в детском садике, и там одна, значит, занимаешься с маленькими детишками, и она, значит, там начинает говорить про блокаду, про наступление немцев, и им начинает говорить вот нечто того, что вы говорите. Что вот же, надо было город сдать. Я говорю, что вы говорите детям-то? Такого же не было. Такого нельзя, тем более, такое поколение воспитывать в этом духе. Нет. Что вы? Все хотели драться и идти немца бить. Но вы же понимали, что вы оккупировали... И сдавать никто ничего не хотел. И если бы Ленинград сдали, ничего бы здесь не осталось. Ведь задача-то у них была ясная. Даже если и, значит, кто-то останется, надо всех уничтожить. А Ленинград, во-первых, задача, стереть с лица земли. Но отпраздновать они хотели в Астории. И уже были расписаны у них же и программы, и билеты, все это было. Но о том, чтобы сдать было бы легче... Нет, это я не знаю. То есть вы были тоже, как жители блокадного города, готовы прямо вот умереть, но не сдать? Умереть, но да. Почему я пошел? Вы были уверены, что мы победили? Или вот были сомнения? Ну, а как же. Иосиф Вячеславович сказал, наше дело правое, победа будет за нами. И все. И все. И никаких сомнений. И никаких сомнений. А кто сомневается, то... Так. Спасибо.